Доброе время суток. Это техническая демонстрация первая альфа-версии карманного кассира, системы для оплаты услуг и товаров. Сегодня я покажу небольшую демонстрацию, которая продемонстрирует работу со счетами покупку товаров. У меня здесь открыт карманный кассир, к сожалению, его на серверах еще не расположили, но поскольку сам HTML-код статический, его можно положить куда угодно, хоть даже локально файлом у себя на диске открывать. В данном случае мы на свои сервера положили. Сам же код сервера уже установлен на наших внутренних серверах. К ним я также имею connection для того, чтобы демонстрировать. В одном окне терминала у меня открыта база данных, в которых я контролирую состояние счетов. Это счет потребителя, на нем есть некоторая сумма. Это счет торговой точки, на ней пока пусто. Во втором окне это симуляция системы учета товаров на торговой точке. Это XML-файл. И в нем мы видим всякие товары, например, количество бензина AI-80 в наличии 10 000 литров. Мы будем смотреть, каким образом эти данные будут меняться. Итак, начнем. Это главная страница. Мы произведем вход под логином пользователя. Он видит список магазинов и торговых точек сразу. Я демонстрирую просто на десктопном браузере. Однако это работает и на телефоне. Но на текущий момент у нас нет никакого геопозиционирования. То есть у нас есть просто список магазинов. И на самом деле на данном этапе демонстрации у нас есть только один рабочий магазин. В него мы и заходим. В нем есть две категории товаров. Топлива и сопутствующие товары. В топливе у нас есть несколько видов топлива со своими стоимостями. На текущий момент подразумевается, что на этой заправочной станции всего одна колонка. То есть разбитие по кассам и колонкам тоже пока не происходит. Также у нас есть всякие сопутствующие товары. Сигареты и все остальное. Давайте попробуем произвести покупку. Но сначала мы посмотрим состояние нашего счета. Итак, на основном счете у нас есть 100 тысяч рублей и нет заблокированных средств. На самом деле они находятся на субсчете, но в силу пока незаконченности работы со счетами отображается только основной счет. Вернемся и попробуем совершить покупку. Положим 80-го бензина некоторое количество в корзину. И попробуем купить какой-нибудь еще сопутствующий товар. Пусть сигареты. В итоге у нас сформировалась корзина и мы приступаем к покупке. И сумма и того 326 рублей. Покупка произведена успешно. Что же, давайте посмотрим, что изменилось на счете. И правда, количество на счете изменилось. Давайте проверим, что это действительно так. Действительно сумма на счете покупателя уменьшилась. И появилась точно такая же сумма на счете торговой точки. Давайте проверим, что действительно в системе учета товаров что-то поменялось. Обновляем состояние и смотрим, что, например, количество бензина действительно уменьшилось на те 10 литров, которые мы купили. Давайте теперь глянем, что находится на счете торговой точки. Мы произведем вход в систему от имени оператора этой торговой точки, войдем в счета и увидим, что у нас положительный остаток, счет был нулевой и у нас 326 рублей появилось. На этом демонстрация, в общем-то, закончена. Спасибо за внимание.